Президентские гранты на развитие гражданского общества в этом году получат почти 2000 некоммерческих организаций. На эти цели выделено больше 4 миллиардов рублей. По многому именно от НКО зависит развитие нашей страны как правового государства. Охрана здоровья, социальная защита, историческая память, направлений для работы хватает. Что можно сделать, чтобы эта работа была эффективнее, обсуждали сегодня в Москве на заседании Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов. Репортаж Михаила Акинченко. Теперь в движении ложимся. И стадимся в движении. Сам, сам, сам. Молодец. Может для обычного ребенка катание на пони лишь развлечение, но для 4-летнего Андрюши тяжкий труд. Из-за ДЦП еще совсем недавно он с трудом даже мог самостоятельно поднимать голову. А теперь учится держаться в седле. Для 15-летней Ани Гордеевой у нее тоже диагноз ДЦП. Эти испытания позади. Верхом она теперь как заправская наездница. Делаем диагональ МЕ. Диагональку и меняем направление. Когда 15 лет назад первый центр ипотерапии в Сочи только открылся, здесь была всего одна лошадь. Сегодня уже полтора десятка животных и пациенты приезжают со всей страны. И все бы ничего, но занятия зачастую приходилось отменять или откладывать из-за непогоды. Это такая вот мечта, которую мы, наверное, шли из самого начала нашего существования. Сейчас мы, наверное, самые счастливые обитатели нашего центра и города, потому что сейчас наши двери всегда открыты в любую погоду. Крытый манеж, в котором и делится с нами радостью директор центра, закончили строить совсем недавно. Всего около года назад свою мечту оформили в виде заявки на получение президентского гранта. Рассчитали смету и в итоге получили одобрение. Забить, Костя, давай! Ну, бросок! Уже вдвоем! Андрюха, вторая! Ай, красавец! Участники этой новосибирской команды на льду теперь явно чувствуют себя увереннее. И то одно дело, когда тренироваться приходится в чем и с чем придется, и совсем другое, когда на тебе и форма ладно сидит, и новая экипировка радует. Вот как вратаря ловушка. Можно под руку спокойно все сделать, подогнать. И это очень удобно, что она сидит, что она не шатается, не болтается. А в пятом павильоне Ленфильма уже заканчивают экспозицию, посвященную значимым эпизодам Великой Отечественной. Солдаты на переправе под Сталинградом, советские разведчики, преследующие немецких егерей в горах Кавказа, стены Рейхстага. Каждая деталь экспозиции полностью проработана с максимальной исторической достоверностью. В основе задумки и истории людей, оставшихся за кадром кинохроники той войны. Задача показать, рассказать людям о кино. Рассказать о ценности, сложности кадра, о том, как его добывали люди из кино. Чуть более 2100 проектов стали победителями прошлого конкурса президентских грантов. Некоммерческие организации со всей страны получили на реализацию идей в общей сложности свыше 4 миллиардов рублей. За получение финансирования на этот год боролись свыше 10 тысяч проектов. И одобрения получили почти 2000. Причем многие из победителей пробовали свои силы не один год. Для нас, знаете, такой пример воли к победе и настойчивости, и готовности учиться исправлять ошибки. У нас в этот раз 5 некоммерческих организаций прошли с 10-й попытки, 3 с 11-й попытки и одна с 12-й попытки. С 12-й попытки это некоммерческая организация, их тирам уважения из республики Башкортостан. Они получили сейчас, с сегодняшним решением, 472 тысячи рублей на создание пункта проката технических средств реабилитации. 9 из 10 одобренных проектов, как особо отметили организаторы, представлены региональными некоммерческими организациями. Деньги победителям будут перечислены уже 1 февраля. В этот же день начнется прием заявок и на гранты следующего года.